Вы знаете, когда я вам сказала о том, что буду работать с вашими желаниями, и мы будем делать ритуалы на то, чтобы ваши желания сбывались, потому что Новолуние достаточно мощный день, тем более сентябрьское Новолуние в Деве, и сказала вам написать ваше желание, не более пяти, я была удивлена тем, что люди не умеют формировать свои желания. Это очень неприятное для меня удивление, поскольку я реально предполагала, что уже построить свое желание настолько просто. Оказалось, что нет, непросто, и, к сожалению, формировать желание вы вообще не умеете, не можете и не знаете как. Рассказываю. Вот эти всякие истории о том, что не надо писать, не Вселенная не увидит, здесь отбросьте, здесь вообще не об этом. Значит, ваше желание, оно должно быть реальное, не так, что сидит баба Нюра, имя вымышленное, говорит, я хочу, чтобы завтра мне подарили самолет. Это первое. Второе. Ваше желание должно быть всегда подкреплено действиями, то есть теми действиями, которые вы будете делать на исполнение своего желания. То есть это не просто вы загадали что-то, вы хотите, чтобы это сбылось, Алена сделала ритуал, и значит, у вас это точно сбудется, а вы ничего не будете делать для того, чтобы ваше желание было, да? То есть было, жило и в реальном времени материализовалось. Следующий очень важный момент, которого вы все вообще не понимаете, это что вы загадываете. Когда вы загадываете что-то такого плана «хочу выиграть в лотерею». Кстати, очень много было таких желаний, я сказала, что так писать нельзя. Значит, выигрыши в лотерее как желание загадывать нельзя, формировать нельзя, потому что это формат совсем другой работы и совсем другая тема. Это я отдельно вам прямо ее раскрою. Но формировать нельзя. Символизм, кстати, очень хороший. Паук, тот, кто плетет паучиха времен, плетет паутину, в которой мы все с вами находимся. Смотрите, как свеча горит, интересно. Вот, значит, это что касается этих моментов. Следующий момент. Я хочу быть здоровой. Я хочу там, чтобы кто-то был здоровым. Вы же понимаете, что одного желания, как формирования, здесь мало. Здесь должно быть еще дополнительное действие. Если у вас есть какая-то существенная проблема, то формирование желания хорошо в ритуале, но оно всегда дополнительно подкрепляется именно действиями иных ритуалов узконаправленных и плюс вашими физическими действиями на решение того или иного вопроса. Например, хочу привести пример. Например, вы хотите, чтобы у вас был дом, свой личный дом, частный дом. Но при этом вы пока зарабатываете столько, что, ну, как бы на доме только приходится мыслить, что они будут через 30 лет, значит, этот дом. Да, и вы вот в таком формате, что, о, значит, я хочу иметь дом в течение года. Откуда он у вас появится в течение года? Значит, ваше первичное состояние и желание всего нужно на раскачку денежного ресурса вашего. Для этого есть сайт «Золотой телец». Есть инициация первой и второй степени, да, через «Золотого телца», когда вы прокачиваете денежный канал. Прокачаете вначале денежный канал и захотите не дом, а работу, которая будет финансово, так скажем, мощный, и она будет давать вам хороший денежный поток. Вы понимаете, о чем я говорю? Надеюсь, что понимаете. Это очень важно. Понимать, что, зачем следует у вас пожелание. Не надо прыгать через что-то, надо пройти через эти ступени. Есть проблема решить ее и идти дальше. Желание такого рода, что я хочу, чтобы там Петя мне подарил там сережки. Вы понимаете, что, ну, во вселенной такие желания, они ничтожны. Совсем ничтожны. Вы можете их формировать, да, и они даже легче сбудутся, чем приобретение, допустим, дома. Но вы понимаете уровень формирования такого желания, ваш уровень по отношению к вселенной, как вас дальше будет вселенная считывать. Я эту тему про желание раскрою дальше. Это я такая первичное видео, но это очень важно. И очень вас прошу, не делайте эти никчемные, опасные и вредные карты желаний, которые вас учат делать различные гуру. Они неправильно вас учат. И в итоге у вас могут быть очень серьезные проблемы. Об этом тоже буду рассказывать. Будьте внимательны к себе и любите себя. Будьте внимательны к себе.